По Авдеевке как минимум еще 2-3 месяца будут идти, вернее продолжаться российские наступательные действия. С севера, с юга, с востока будут пытаться разными механизмами с помощью разных средств поражения выдавить наш авдеевский гарнизон. Окружить они уже понимают, что они его не окружат, то есть по малым клещам у них не получится, там довольно-таки серьезные укрепления. А большим охватом тоже не получится, отсекают их движения наши два гарнизона. С северо-западнее это Очеретинский и юго-западнее это Карловские гарнизоны, которые удерживают российские клешни, которые пытаются окружить Авдеевку на достаточном расстоянии. Потому они будут пытаться просто срыть, уничтожить Авдеевку, Авдеевский гарнизон кабами, авиационной компонентой, артиллерией. И как только подморозит, пойдет техника однозначно, то есть они будут пытаться использовать технику в том числе. Давление будет постоянное, потому ближайшие три месяца, где-то до весны, пока не появятся у нас самолеты, пока мы не отгоним российские уже самолеты, которые отстреливают, вернее сбрасывают кабы. Там будет очень тяжелая обстановка. Знакопеременные будут движения. То есть где-то россияне будут наступать, где-то мы будем контратаковать, возвращать свои позиции. Тяжелая, тяжелейшая ситуация в Авдеевке, но контролируемая. Причем контролируемая с помощью достаточного количества боеприпасов. Сейчас основной поток боеприпасов надо перенаправлять именно на Авдеевку. Понимая, что КПД каждого снаряда максимальное как раз на этом направлении. Ну а наши действия по некоторым другим направлениям, они тоже эпизодические. Потому что практически везде по всей линии фронта у нас сейчас заняты лучшие позиции для обороны. А до весны, до появления дальних средств поражения, авиации, нам удержать надо линию обороны. Где-то есть движения положительные, где-то отрицательные, плюс-минус километры, не более того. Но как раз связаны с улучшением наших оборонительных позиций. Это касается и Токмакского направления, то есть вклинения нашего в районе Работина. Это касается и севера Луганского направления, Купенска. Да, в принципе, и района Торская, Лиман. То есть попыток россиян как-то двигаться в сторону Лимана. Там также мы отбиваем попытки россиян в этом движении. Причем иногда возвращаем ранее утраченные позиции. То есть на контратаках улучшаем свое оборонительное положение. Нигде никто наступать не будет, пока не появятся серьезные средства с большим радиусом действия. А вот обороняться будем, выполняя основную задачу армии. У нас задача уничтожения российской армии. А сейчас самый оптимальный вариант ее уничтожать. Они в худших условиях в зиму пытаются наступать. Раз так, значит, ну раз угощают, чем не угоститься. Ясно, по тысячу террористов в сутки надо минусовать. И это как раз неплохо выполняет наша вооруженная сеть.